Привет всем, всем кто интересуется современной фантастикой, страшными историями из глубин интернета, занимательной мистикой и конечно же SCP. В этом видео у нас продолжение традиционной рубрики, где я делаю обзор той темы, относящейся ко вселенной SCP, которую больше всего просят в комментариях. Под предыдущим видео на эту тему абсолютное большинство просило рассказать про штуку, которая называется «Конец смерти». «Конец смерти» — это довольно большой сборник самых разных текстов на сайте SCP, которые объединены одной идеей. Действие происходит в мире, где случилось событие под названием «Сценарий К», в результате которого живые существа перестали умирать. При этом это не какое-то там биологическое бессмертие в научном понимании, когда живые организмы просто не стареют и быстро восстанавливаются. Это слишком банально для авторов SCP. Это некоторая мистическая форма бессмертия, когда, несмотря на старость, болезни, различные повреждения тела, все живые существа просто не прекращают свою жизнь. Тяжело раненые и превратившиеся в подобие гулей из Фоллаута от старости, все продолжают оставаться в когтях жизни. Рассказы в этом хабе выстроены по порядку, их можно читать как главы в книге, один за другим, потому в этом видео я не буду просто их пересказывать, а расскажу об основных вещах и разных интересных фактах. Тем более, что «Конец смерти» дает очень много информации о мультивселенной SCP в целом. Все началось с того, что SCP создали объект номер 3448. Да, фонд не только собирает аномалии, но иногда их и создает. Проект, запущенный фондом под названием «Демерунг», был направлен на то, чтобы установить связь со смертью как концептуальным явлением, но что-то пошло не так. В результате одного из экспериментов, когда агент фонда вошел в контакт со смертью, он случайно ее уничтожил. В смысле, смерть как явление, ее просто не стало. Все эти события описываются как приключения агента Энтони Майклса в загробном измерении, в объекте SCP-3448. После этого события больше никто не умирал. В лучших традициях фонд SCP воспринял всеобщее бессмертие в мире конца смерти, как очередную аномалию, и принялся ее содержать. При этом, так как фонд не уничтожает аномалии, SCP делает все, чтобы эта ситуация не менялась. Сама эта аномалия была обозначена как SCP-3984. Кстати, вот и первый интересный факт. Действие конца смерти происходит абсолютно точно в отдельном мире, где случилось событие, создавшее SCP-3984, потому как в огромной куче объектов ничего такого не подразумевается. При этом, сам этот объект записан в общую базу данных фонда. То есть, выходит, что у фондов SCP всех параллельных миров одна база на всех. Соответственно, аномалии не набиты в какой-то один мир, а раскиданы по многим. В этом мире правильным SCP-001 считаются мертвые люди. То есть, мужчина, который связан со смертью на концептуальном уровне и способен ею управлять. Потому что фонд по сюжету конца смерти рассекречивает его существование, сразу после того, как он лишается своих аномальных способностей. То есть, в каждом мире, получается, правильными являются разные SCP-001. Намеки на это есть много где в SCP. Но в конце смерти это прямо очевидно становится. После сценария К лишились своих способностей некоторые другие объекты. Например, SCP-1440 Старик, выигравший у братьев смерти в карты бессмертия. Он стал абсолютно обычным человеком. При этом пропало и его проклятие братьев, из-за которого всё вокруг него разрушалось. По всей видимости, пропали и они сами. В мире, где существует SCP-3984, закрылся портал в мир, описанный в SCP-2935 о смерти. Где умерло всё живое, включая SCP-682, неуязвимую рептилию. Теперь это просто абсолютно обычная пещера. SCP-682, к слову, из мира конца смерти, этого события не оценил. Ведь фонд перестал пытаться его уничтожить, а начал просто содержать в кислоте, не проявляя к нему никакого интереса. Отчего SCP-682 страшно заскучал, став таким образом первой жертвой этого явления. Явление SCP-3984 постепенно изучается фондом. Однако SCP установил запрет на изучение возможностей отмены этого эффекта. Известно, что SCP-3984 наступил 12.09.2020. То есть относительно даты выхода этого ролика уже довольно скоро. Эффект распространился на людей и животных. 12.09.2020 все представители царства животных просто перестали умирать. При этом некоторым мистическим образом продолжали жить и страдать люди, находящиеся в различных крайне тяжёлых состояниях. Раненые люди и люди в глубокой старости. Фонд SCP провёл множество экспериментов на D-классе. И выяснил, что даже извлечённый из тела, разделённый на множество частей мозг, продолжает проявлять электрическую активность. Но так как основная работа SCP не в том, чтобы мучить D-класс, а в том, чтобы содержать аномалии и поддерживать нормальность мира, фонд SCP организовал организацию учёта сограждан. В английской версии, кстати, Social Census Program, то есть снова SCP. Которая занялась изучением того, как меняется нормальность в изменившемся мире. Ведь для того, чтобы охранять нормальность, нужно вообще понять, что теперь нормально в таком новом мире. Также SCP взялись за контроль численности населения планеты, создав аномальный газ SCP-3287. Действие которого в том, что люди, попавшие под его влияние, теряли возможность иметь детей. Впрочем, поливали им по большей части не людей, а животных, чтобы их не становилось слишком много. И дикие звери банально помещались в лесах, а рыбы в морях. Мир тем временем начал меняться. Из-за того, что смерть мозга означает смерть личности, мозги людей и животных стали фактически неуязвимы. Однако старение тела стало неприятной проблемой, решение которой предложила лаборатория Прометея. Суть решения оказалась в том, чтобы пересаживать мозги людей в новые тела. Разумеется, только тех, кто способен заплатить за эту дорогую операцию. Само собой появляется вопрос, у кого тела забирать и что делать с мозгами изначальных владельцев. Впрочем, вопрос долго не стоял, и лаборатория быстро перешла к похищениям людей, просто обладающих подходящими под требования клиентов параметрами, мозги которых в итоге оказывались на обычных свалках. Такой это простор для истории о мрачном будущем. Но у фонда SCP с их сотрудниками класса D такой проблемы даже не возникло. Так что фонд стал первым постоянным клиентом лаборатории Прометея. Кстати, вот еще одно отличие мира конца смерти от основного мира SCP. Ведь там лаборатория Прометея прекратила свое существование в 1998 году, а в этом мире все еще существует в 2020-х годах. Другая организация мира SCP, торговцы аномальными предметами Marshall Carter Dark, начали продавать таблетки под названием гипнотролин, которые позволяют желающим погрузиться в очень глубокий вечный сон. Таблетки, впрочем, оказались дефектными, так как их изначальный производитель, судя по всему, Дада, таблетки которого часто обладают очень странными эффектами. Некоторые люди, например, превращались в подобие зомби, начиная ходить в своем вечном сне и разлагающемся теле без возможности проснуться. Кроме того, неизвестная аномальная организация в России начала продавать аналог гипнотролина под названием Побег. Побег вызывал вечную непроходящую эйфорию. Тем не менее, продажа гипнотролина сделала мхит самой богатой организации планеты. Смотря на это, внезапно оживился комитет по этике, который является частью фонда SCP. Ведь происходящее в мире стало довольно далеко от нормальных понятий этики и морали. Особенно эта организация озаботилась свалками бессмертных мозгов и гниющих тел, находящихся все еще в сознании под действием Побега. Для решения этой проблемы было предложено делать искусственные кибернетические тела для таких людей и отправлять их жить в подводные города или основывать колонии на других планетах. Ведь в теле робота жить на Марсе куда проще. Не надо выращивать картошку, например. В этом деле помог еще и Андерсон Роботикс, другая организация в мультивселенной SCP. Она начала производить роботизированные тела. Правда, не в гуманитарных целях, а за деньги. Зато не надо ехать отрабатывать на морское дно, уже плюс. Просто вставляешь туда свой мозг и живешь совершенно новой жизнью. Но тут появляются повстанцы Хаоса. И, как говорится, повстанцы Хаоса делают все лучше. В данном случае они решили сделать лучше роботов Андерса и дополнили их веселыми аномальными свойствами. Добавив возможность запихивать в одного робота неограниченное число мозгов. И создавать внутри одного костюма коллективный разум, состоящий из сотен людей. Возможно даже, что в один такой модифицированный костюм можно было бы поместить всех лишенных тел людей. Вот так повстанцы решают проблемы. Так бы оно и продолжалось. Богатые люди бы жили в нормальных телах, в которые бы пересаживали свои мозги. Средний класс бы покупал роботов Андерсон Роботикс. Бедные бы склеивались в коллективный разум внутри модифицированных роботов. Либо отправлялись исследовать космос. Но в один прекрасный день фонду попался SCP-4514. Нож, который может убить человека. Что в мире, где смерть не работает, достаточно странно. Нож этот оказался личной вещью агента, который первый испытал на себе действие SCP-3448. Той самой машиной, которая помогает установить связь со смертью. Именно этот человек смертью уничтожил. SCP посылает другого агента, чтобы установить с ним контакт. И оказывается, что тот занял место самой смертью, но толком не знает, что с этим делать. Теперь выясняется, что именно сотрудник SCP стал самой смертью в этом мире. Саму концовку я спойлерить не буду, а то может кто-то сам захочет прочесть этот хаб. А лишь скажу, что вы можете написать комментарий, что из вселенной SCP мы ещё не обсуждали. То, что наберёт больше всего голосов, мы и будем обсуждать в следующий раз. Хотя конец смерти как таковой ещё не закончен. Так что возможно в будущем появится ещё много историй и рассказов об этом мире. Всем пока!